так еще раз всем привет начиная снимать новый влог и хотела ответить на комментарии если или нет у нас улитки какие они можете вы их показать сейчас я вам их покажу иди сюда моя хорошая вот такие вот у нас улитки это охотинофулика рода не охотинофулика обычно и вот такая вот она сейчас на глазки достанет потихонечку потихонечку достает свою мордаху видите достает свои глаз смотрите это все не в ускоренном режиме это все как по-настоящему как они вот свои мордочки достают сейчас свои глазки вытащить наверное ну давай доставай уже свои глазенки чтоб все увидали какая-то у нас красавица вот эти начинают доставать глазки многие меня просили поэтому я решила заснять показать свою красавицу вот такие вот они у нас милашки вот такая вот она красотуля конечно плохо видно вот как то вот так вот такие вот у нас красавицы у на их цифру раз два три 4 5 штучек но что-то одна как-то спит подозрительно далеко в ракушку ушла надо заняться и 4 вот такие вот все лифчики вот такие вот у нас малышки есть вот это вот самая большая у нас были еще больше в ладошку не помещались я вот как фотку вам вставлю где света и держит но к сожалению с возрастом они все умирают и вот поэтому вот такие вот малышки у нас остались но они у нас есть их 45 штучек но вот одна под вопросом потому что-то глубоко сильно в ракушку ушла это не есть хорошо да привет она вам всем говорит привет я знаю что мы сейчас напишут фу какая гадость вот нам нравится знаете вот есть косметические салоны где вот этих вот улиточек садят на лицо это как какой-то лифтинг эффект что ли а у меня дома такой лифтинг эффект да малышка сейчас как раз контейнер буду им брызгать морковочку ложить чтоб они поели ну вот такая вот нам вот такие вот они уже достались мы большую часть раздали нам нынче отдавали очень много мы очень много раздали улиток потому что я не хочу их держать очень много я хочу чисто для души держать несколько штучек смотрите какая она сидит королевна маша ладно надеюсь вам понравились наши красавицы многие очень удивляются почему я часто варю макароны мне кажется в любой семье дети больше любят макароны так же как и в моей семье у меня дети готовы есть постоянно спагетти они готовы есть постоянно макароны они готовы есть постоянно пюре поэтому я готовлю то что больше они любят они не любят рассольник они вообще его не переваривают они в школе его едят потому что там надо есть получается они не любят гороховый суп но не все света у меня любит гороховый суп она обожает они не любят овощи вот как я люблю просто взять овощи потушить немножко и поесть я любитель просто овощей поесть они этого не любят я могу даже не доготовить вот например брокколи цветную капусту брюссельскую капусту такое вот я люблю дети мои этого не любят мне кажется это в любой семье что-то любят что-то нет и родители в любой семье подстраиваются под вкусы своих детей если я ошибаюсь вы конечно напишите поэтому у каждого свои вкусы у каждого свое уже какое-то составленное меню того что дети будут есть вот смысл мне готовить то что они есть не будут потому что потом это получится что я выкину собаки или курям а зачем зря тогда переводить продукты говорится поэтому считайте сами как вы считаете но вот и многие спрашивают почему-то у нас у тебя такие стали влоги скучные знаете ребята мне тут после какого-то влога по моему после германской посылки когда вот мне пришла с обувью да что посылка сразу две тогда посылки у меня пришло и я через денег выпуска после этого мне много негатива написали в личку очень много мне негатива написали в личку и по сей день пишут всякие эти негативы и немножко из-за этого настроение падает я не знаю почему люди вот так негатив почему вот они такие злые хочется чтоб больше людей добрых было чтоб каких-то как-то жили дружно что ли а тут получается люди наоборот больше не влоги поэтому вот немножко вот такие вот у меня влоги стали ну ничего я сейчас немножко оклемаюсь полегче станет пусть то как выздоровлю до конца уже я начну я там всем этим людям которые ну нелестно отзываются я буду снимать на зло я буду снимать и снимать буду разные поэтому оставайтесь с нами я поставила сковородку разогреваться на печку сейчас разогреется и будем вот эту вот сковородку я кстати покупал в магните в магнитку в косметике мне очень нравится вторая у меня такая же но ей уже наверное года три то есть поворотки вот тоже она только чуть поменьше она размером и тоже из магнита тоже очень нравится ну да они дорогие они за тысячу но они качество просто хорошее у них тут я поставил суп варить со спагеттями будем так что разогреваем и жарим блинчики пожарила первый блинчик уже второй жарится я обычно маслом смазываю вот так вот в баночке кисточку у меня тут в тарелке лежит и сковородку смазываю также спагетти наломала тут уже варенье наложила сейчас и капучино себе навела мне вот этого пакетика помните нам присылали на два раза хватает но я корицу не ложу мне не понравилось с корицей корицу я убрала для выпечки может где-то понадобится и вот навелась я капучино буду сейчас пить и блинчики дальше жарить дорогие друзья я знаю что сейчас многие ответят скажут что она за поварешка там черпает тесто это у меня была пластиковая поварешка и она вот сломалась но она удобная для блинов поэтому я ее оставила ручку убрала эту оставила она свою функцию выполняет значит хорошо мне нравится ну а вообще купить себе всякие поварешки это новое набрать постепенно буду все покупать но пока вот так вот я уже давно такую поварешку пользуюсь и мне нравится все ждут когда же мы будем с вами стряпать в духовке ребята мне надо просто сделать двойную резерву вот как мне сделать двойную резерву так сразу потому что если я эту резерву отключу то у меня и холодильник и все на свете отключится на кухне поэтому вот так вот мне надо вот эту вот резерву сделать не одинарную а двойную потому что у меня от нее уже все удлинители идут к холодильнику к микроволновке к чайнику и ко всему остальному так что вот приходится ждать сверху я всегда смазываю сливочным маслом блинчики ну как делала моя бабушка напишите как вы делаете так дорогие мои хотела показать сварила супик вот так сделала со спагеттями вот такой вот вкусный супик всем кто кушает всем приятного аппетита сейчас стоит вот только сняла его дальше продолжаю жарить блинчики и тут поставила хочу картошку с грибами сделаю что-то вот прям захотелось знаете прям есть захотелось также сегодня сварили еще манную кашку это единственная каша которую дети мои любят да и горка всем кто кушает всем приятного аппетита налаживаю деткам блинчики с вареньем всем кто кушает всем приятного аппетита но у нас вот в такой вот вкусный будет перекус 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 Продолжение следует...